Кубок Видное ТВ Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Елена. Елена. А вас? Ирина. Ирина. Мы сегодня играем с Еленой и Ириной. Первый вопрос. О ком Владимир Маяковский в своей поэме говорил «Живее всех живых»? Ну, кто у нас «Живее всех живых»? Маяковский. Ленин. «Живее всех живых». Ленин. «Живее всех живых». Уверены? Может быть, зима? Зима? Нет. Это человек, о котором он говорил. Ну что, насколько уверены по поводу Ленина? Ну, пусть будет три, наверное, вот так. Три. И это правильно. О Ленине, он говорил, «Живее всех живых» именно оттуда пошла. Вот это вот знаменитая фраза. Второй вопрос. Больше, наверное, для вас. Какую царицу привез из своего похода царь Дадон? Сказка. Дадон. Дадон. Шамаханскую. Ну, вы можете тоже совещаться. Шамаханскую царицу. Шамаханскую? Да. Понятно. Не Аленушку? Нет. Нет. Точно Шамаханскую. Нет. Точно Шамаханскую. Точно Шамаханскую. Недавно читала. Недавно. А на сколько уверены? Ну, на пять. На пять баллов. Это Шамаханская царица. Восемь баллов в вашем активе. Хорошо, идем. Третий вопрос. Тест в вопросе будет. Четыре варианта ответа. На севере есть такое море. Названо оно в честь одного из президентов США. Вопрос. Как называется море президента США, водами которого омываются берега Дании и Канады? Ну, Канада – это Канада, а Дания имеется в виду Гренландия. Да, да, я понимаю. Вот там вот на севере есть море. Да. В честь президента США. Так в честь какого президента? Вашингтона, Линкольна, Джефферсона или Рузвельта? Рузвельта? Тебе так кажется, Ирина. А когда жил Рузвельт? Какие годы? Мне кажется, Вашингтон. Мне кажется, Вашингтон. В Вашингтон. В честь первого президента, да? Да. Ну, все-таки мне кажется, Рузвельт. А чем он запомнился? Вашингтон, кроме тем, что являлся отцом-основателем? А-а-а, у меня забыл уже. Стоило ли в его честь море называть? Ну, мне как? Ну, наверное, все-таки нет. Более масштаб, наверное, все-таки масштабный вариант. Так. А вы какой вариант? Рузвельт. Рузвельт. А эти подумать. Так, а еще какой вариант можно? Вашингтон, Линкольн, Джефферсон или Рузвельт? Джефферсон тогда. Джефферсон. Понятно. А на сколько уверены? Ну, на три, наверное. На три. Точно? Точно. Точно. К сожалению, это неправильно. Правильный ответ Линкольна. Ну, ничего страшного. Четвертый вопрос. В 1791 году королю Людовику XVI с его женой уже практически удалась попытка бегства. Однако, всего лишь одна монета не позволила осуществить задуманный план. Каким образом эта монета не позволила осуществить задуманный план? То есть, нужно ответить, каким образом. Ага. Ну... Вот раньше монеты. Вы представляете, как раньше выглядят монеты? Я... Примерно, да. Представляю. Может быть. Он предложил ее очень, то есть, типа, дорого. И как-то купить не может. Может быть, просто не пропускали в то время данную денежную единицу, будем говорить так. А если я вам скажу, что это с платежностью никак не связано? Никак не связано с платежностью, да? Нет. Ну, вот представьте, это раньше монеты. Вот вы видели старые русские монеты? Ну, да, конечно. Потому что на них было изображено? Ну, если совсем старые там изображения. Ну, дореволюционные. Ой, дореволюционные. Ну, наверняка, пусть не сами монеты, но изображение наверняка видели. Ну, это лицо человека какого-нибудь, наверное. Так. Лицо человека. Ну, да. Ты чего? Ну, вот. Ну... И что? Так. Ну, давай, давай, давай. По-моему, там конь, по-моему, есть изображение такое на монетах. По-моему. Лицо человека. Или даже, по-моему, орел, герб. А? Лицо. Да, потому что нам в истории говорили. В истории, давай. Ну, что? Что вам говорили на истории? С лицом правильный ход мыслей? Да. Вот, на одной стороне номинал, а на другой лицо. Портрет. Ну... Портрет царя или кого-то из... Так. Ну, а каким образом эта монета не позволила ему убежать с женой? А, ну, то, что он узнаваем был на этой монете, мы узнали? Ну, можем. Просто. Посмотрели на монету и на портрет и сравнили, что лицо одинаковое, будем говорить так. Ну... Насколько уверены? Узнали его по монете. Насколько уверены? Ну, пять процентов. Пять баллов? Пять баллов. Это действительно так. Монеты того времени уже были в хорошем качестве, и короля узнали на границе по отчеканенной монете. Итак, у вас тринадцать баллов. Пятый вопрос. Кого из героев мультфильма про бременских музыкантов не было в одноименной сказке «Братьев Гримм»? Не помню. Я не помню. Смотрите, есть сказка «Братьев Гримм»? Бременские музыканты. Так вот, всех героев мы прекрасно знаем благодаря мультфильму. Да. Да. Вот одного из героев в мультфильме... В мультфильме, точнее, одного героя больше. Вот так я так скажу. Да. Никакого героя в одноименной сказке не было. Ира. Я забыла. А то я знаю. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Подумайте, кого там? Вы все героев помните? Кто у нас героев? Может, петуха не было. А? Ну, там, значит, героев всех помню. Там же был осел. Осел потом. Осел. У них, по-моему, не было осла. Музыкант. Осла, по-моему, не было. Осла не было? Да, по-моему. Или петуха все-таки. А кто у нас в мультфильме главные герои? Ну, сам музыкант, естественно. Бременский. Бременский музыкант. Музыкант. А сколько их можете перечислить? Сколько их. Значит, ну, он и принцессу, когда спасал принцессу. Так. Плюс еще осел, получается, петух. Ну, кто там еще, Ирина? Собака. Собака, да. По-моему, собак. А, собаки. И кот. Вот. И кого из этих? В сказке нету. Собаки нету. Собаки нету. Собаки, скорее всего. Нет, собака точно была. Ну, принцессу даже мы не берем. Принцессы точно нету. Да. Вот вы назвали сам Трубадур его зовут. Сам Трубадур. Да, да. Трубадур. Потом осел. Осел. Потом кот, петух и собака. Так вот, кого нету? Наверное, собаки, скорее всего. А почему? Я петух думаю. Петуха, по-моему, нет. Понятно. А почему петуха? Нет. Петух, наверное, есть. А собака? Или осел? Нет, собака. Как правило, собаки, коты, петухи – это сто процентов. Нет. Ну, а кто тогда вез это все? Потому что, по-моему, если они ошибаются, все, типа их возили, если они ошибаются. Вообще да, он возили. А кто из этой пятерки выделяется? Ну, наверное, все-таки петух, мне кажется, самый такой боевой. Нет? Нет. Ирина, как думаешь, петух, наверное, да? Нет. Собака. Нет, кот. Нет. Хотя нет. Наверное, все-таки петух. Да. Петух. А на сколько уверены? На… На пять процентов. На пять баллов. На пять баллов. Правильный ответ – Трубадур. Его в сказке не было. Да. Там четыре, четверо животных. Правильный ответ – это Трубадур. Ну, ничего страшного. Вы пусть не набрали 20 баллов. Я в любом случае благодарю вас за участие. Спасибо вам огромное. Смотрите нас на телекомпании Видное ТВ. Удачи вам. Спасибо. Спасибо.